Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Печов. Перед посмотрим, посмотрел комментарии, снимал божественное для вас видео. Отвечаю на вопрос, так сказать, почему я не состою в культах многих там, сектах, обществах и так далее. Конечно же, я состоял, я уже говорил, был такой ковен, так сказать, в кавычках. Все там получали силу по полной, были руководители, как-то одно время я был руководящий должностью, просто сказать, да. Совет был, все это было, шапку помните из этого совета, так сказать, с рогами. Вот, но я считаю, что это необязательно. Почему я ушел оттуда, всем понятно. То есть это доминирование, каждый пытается над тобой владеть, особенно когда бабский коллектив, мужья у них все в подчинении там, допустим, а ты пытаешься добиваться правды своего, тебя просто тупо уберут и скажут, ну иди нахрен со своим мнением. Мы тут все самые крутые, самые шикарные. То есть это всегда борьба за власть, какое-то раболепство, что ли, перед главным жрецом или верховной там ведьмой и так далее. Я уже это говорил, потом уже все начали болтать об этом. Хотя ни разу никто в этом реальности не существовал, не был, даже там не участвовал, да. Когда символы показывал на деревьях, когда они там кодировали это все, каждый себя защищал. То есть это все известно, тут ничего такого откровения великого нет. Просто у них уклон был на Скандинавию больше, так скажу, да. Вот. И поэтому, когда я ушел, в принципе, я понял, что я реализовался. То есть я начал реализовываться, я начал развиваться в этом вся проблема. Если там вас не учат ни хрена, ничему, просто мне такие культы нахрен не нужны. Когда вас просто тупо что-то посвящают, куда-то там толкают, ничего неизвестно, все вот нужно верить на слово. То есть ни графических символов непонятно вообще, откуда это вытащили, называется. Хотя я вижу, что тут все вместе, и сатанизм, и Вика, и все в куче. Ну, добро пожаловать, как говорится, с антериумового дня, да. То есть и вуду, и худу, и все там, и каббалистиков в кучке, там все так склеено. Непонятно, что откуда появилось, да, в какой традиции. Поэтому я понимаю, каждый индивид там из них, каждый владеет какой-то или занимается, это понятно. Но когда начинают просто тупо прогибать других, мне это не нравится. Или меня начинают прогибать и говорить, ты должен, ты обязан. Я никому ничего не должен. Если я не получаю знания, я даже, как говорится, взнос в этот коллектив не внесу никогда. Вот, потому что мне нужна реализация, да, то есть любого мага, любого человека, который хоть вы там демонолатрией занимаетесь, хоть культа Кайна, хоть сантиссимо, да, то же самое, по сути, сеньерла Муарта или санта Муарта, вот. Вы должны двигаться, и хоть в кимбанде, хоть в умбанде больше потреблять знаний, больше их получать от своего учителя, и кто у вас там наставник, да. А когда вы просто тупо сидите, и вам говорят, ну, знаете, вот тут почитайте, там почитайте, а вот ничего, не развиваемся, и вот просто какие-то танцы в укуре, меня это вообще не интересует, мне нужно развитие. И я сейчас, знаете, что я понял, так скажу вам, да, вот, что за это время я начал понимать, что я двигаюсь вперед давно уже, большими шагами, потому что то, чем они занимаются, эти коллективы, эти секты, я уже начинаю понять, они просто для меня, какие-то как недоразвитые дети, потому что, когда я начал общаться уже с Венесуэлей знакомыми, там тоже татами, ладно, это не столь важно, вот, то есть какими-то даже обществами, там, полистами, то я начал понять, понимать точнее, что я все правильно делаю, потому что они потом распадаются все, разваливаются, потому что они дерутся все за власть, все какие-то титулы себе навесили и так далее, вот. Вот мне зачем вот этот мирок шизофрении, вот, после смерти я не планирую, как говорится, обслугой быть чьей-то, да, у меня планы совершенно другие, индивидуальные. Я не считаю себя великим, каким-то могучим или каким-то уникальным, нет, мне не надо приклеивать эти лейблы и какие-то клише к себе, вот. Вот моя цель – это развитие, естественно, и тдд, да, то есть, по сути, реализация, а многие не дают эти культы реализации, они тормозят меня, бывает, Гаэтия тоже тормозит, в чем-то не дает, но потом я уже понял, как ее развивать, как модифицировать в ней кое-что, и потом тоже работает, я тоже это осознал. То есть, это потом постепенно ты все понимаешь, то есть, как бы, приходит осознание, когда ты ключ уже подбираешь каждой магии, а есть, которые просто… Ой, мошка залетела, кто-то правду не хочет слышать, ага, вот, и постепенно, конечно, сначала меня воспринимали в этих коллективах как ребенка какого-то, додика, но потом уже поняли, что я просто прикидываюсь под дурочек, а кашу, как и в интернете, да, все давно просекли это, вот. Вот. Дурака ничего никто не ожидает, называется, да? И многие просто, понимаете, непонятно, кому служат, меня вот это тоже бесит. Нет ни определенности, символизма, какой-то точности, да, вот этой определенности. Что, вы кому служите? Неизвестно, мы там служим какой-то богини, а по-настоящему какая-нибудь богиня лилит просто, да? То есть, клише какое-то лепят, создают новую обложку, маскируют, вот это все маскируется, а в жизни ничего не добиваешься. Вот эти договоры тоже меня в этих культах поражают. То есть, подписывают там кровью, сигилы мажут кровью, меня вот это поражает, это у нас была эта фигня уже. Ладно, я там, как говорится, прикреплен к некоторым экрекорам, но у меня там четкое обязательство, если мне нихрена не дают, я ничего не получаю, не развиваюсь, до свидания. Четко и ясно. Но у некоторых этого нет. То есть, вы просто в ловушке. То есть, назад уже выхода у вас не будет. То есть, кровью там впало, допустим, все, мажут везде кресты. Кимбанда тоже. Умбанда мажут себе палок имбиса. Что-то я не помню, тоже вроде бы был, не участвовал. Вот. То есть, это все есть. И в Зонтерии, и в Вуду тоже, как некоторые там, хотя что-то она уменьшилась сейчас, это коллективчик у них. Вот, Мария Леонса культ, и там вообще кровища такая, что вам просто не снилось. Просто во время транса готовы люди лить и себя бесконечно резать. А ой, там вообще приплыли. Культ Кайна просто курит в сторонке. Культ Кайна тоже. Кайновцы вот эти, да. То же самое. Демоны Латрия тоже заставляют, иногда склоняют к этому. То есть, нужно башку свою включать. Потому что малолетки иногда... От ветра слезы текут. Вот. Некоторые просто малолетки сначала соглашаются на все и вся ради каких-то потрохушек. Контракты заключают в этих коллективах, в этих секторах. Сколько там, 7-7, 3-7 или какой был коллектив, я не помню, тоже. Самый такой распиаренный в Америке-то был, тоже там друг друга погрохали. В жертву кого-то грохнули, я помню. В готической вечеринке, вот. Ладно, там всякие групповухи вы устраиваете, порнухи и так далее. Мне вообще чихать. Вот. Когда есть своя баба, зачем мне ходить туда? Вот. А тут-то в данный момент, то есть многие малолетки думают, что это спасение, это выход шестерить духу или богу или демону какому-то, не понимая, что дорога ват уже обеспечена, да? Вот. Поэтому я не знаю, к чему вы стремитесь многие. То есть вы заключили этот контракт, допустим, а я-то тут при чем, да? Ну, все, у вас уже закрыты дорожки, все развития нету толком, вы просто обед. Вы теперь обязаны что-то давать им, а они вам ни хрена не обязаны. То есть такой договор нахрен никому не нужен, вот. Поэтому включайте мозги свои. Конечно, с каждым богом и духом есть договор. Договор со смертью, чтобы тебя не кокнули в магии или чем-то, тебя не убили, да? Допустим, государство тебя не убило. Вот. Что бы ни делало, хоть башкой билось, ничего не получится. Вы лазить будете, как змея, как говорится, скользкая везде. Поэтому я не в коллективах таких, я не хочу быть, как объяснить, не главным в этих коллективах ответственность, да? Ни за что, за дебилов. Вот. Это время куча наотратить же на людей. А в интернете же проще. Можно просто доевать информацию такую вкратце, приоткрывать что-то, но не открывать все тайны. Зачем? Вот. Можно же показывать, как магия выглядит, красивую картинку, но не делать ее. Вот и все. В этом фишка. То есть подсказки, называется, есть. Просто у кого мозги есть, кто хотя бы планетарку знает или стихийную магию, они сразу просекут это все, как это все работает. Хоть в Юрубах, хоть где, хоть в Кембанде, хоть в Кайновский культ, понимаете? Есть правила, есть законы, изучайте их. Вам никто не мешает. Вот. Но если у вас есть какой-то покровитель, так идите с ним. Не идите вы в эти секты нахрен засраные, в общества тайные, великие. Они есть, да, они никуда не девались. Но, как бы объяснить, если, допустим, в 19-м каком-то веке для какого-то человека это бы помогло во власть добиться, там чего-то еще, сейчас эти общества особо не дадут вам этого. Они вам не дают. Потому что я сам на своей шкуре уже проверил. Они не помогают двигаться, то есть особо как-то во власть, особо как-то в политику или куда-то еще, куда вы хотите. Это уже не платформа для движения. Это деградация и стопорение на месте. Магия нужна, но не в таком виде. Извините, мне такой мир не нужен, в каком вы живете. Всем удачи, успех, самоль сам чувств, ставьте лайком, депостив, удачи, включайте свои мозги. Субтитры сделал DimaTorzok